Здравствуйте, с вами Крым Реалий и я Катерина Некреча. Это программа о том, что происходит в Крыму на самом деле. Сегодня в выпуске. Крымский врач против российской системы здравоохранения. Рыбы должны быть голодные, рыбы должны быть неграмотные. Азовская ловушка. Крымский мост остановил торговлю в украинских портах. Большие размеры судов не могут пройти под керченки. Уже три года за решеткой. Мы его очень любим. Мы так соскучились. О чем просит Руслан Зитуллаев из тюрьмы. Как Хрущев заставил Украину взять Крым себе. Он заставил, вынудил взять Крым себе. Крымский врач против системы. В Алубке хирург открыто заявил, нынешние крымские власти уничтожают больницу и всю систему медицинского обеспечения. Он дал откровенное интервью Крымреалии, в котором рассказал, почему считает, что на полуострове умышленно уничтожают население и кому это выгодно. Чтобы управлять рабами, рабы должны быть голодные, рабы должны быть неграмотные, и рабов не должно быть много. Вот и такое впечатление, что идет программа на сокращение населения страны нашей. Это Кирилл Копытчук, хирург Алубкинской поликлиники. Проводит экскурсию по отделению, в котором работает уже 20 лет. Вот этому операционному столу примерно 10 лет. Оборудований для дезинфекции инструментов вообще нет. Лампа еще советских времен. Вот электрофигулятора у нас нет, поэтому все операции мы проводим, даже гемостаз мы проводим подручными методами. Эти лампочки такие уже не производятся, нам приходится лампочки. У автолюбителей, у кого в гараже завалялись, доставать лампочки, ставить сюда лампочки. В сентябре хирург не выдержал и на камеру показал местным журналистам, чем обеспечено хирургическое отделение. Вот, вот, я еще не раскрыл коробку, а она уже вот в таком состоянии. Вот раз иголка. Вот, вот даже иголка оторвалась от ушка. Как с этим можно работать? Объясните мне. И рассказал обо всем, что, по его мнению, происходит с медициной в Крыму. Рефон, причем, направленный на развал медицины. Вот, причем идет это разнополно со всех сторон. Создали такие условия, что работать врачом фактически стало невозможно. Врачей начали штрафовать. За все, что угодно. Эти слова всколыхнули систему здравоохранения Крыма. Десятки крымских СМИ опубликовали обращение врача. Разбираться в проблемах врачей в Олубкинскую больницу приезжали лично Сергей Аксенов и министр здравоохранения. Вся больница собралась, чтобы поговорить с министром. Он все замечания персонала выслушал, но ни с одним не согласился. Правда, пообещал поднять зарплаты с нового года. Вы довольны состоянием здравоохранения? Нет, конечно. И я не доволен. Ну вот вы довольны своей заработной платой? Своей сейчас, да. А вы? А мы нет. Врачи говорят, на официальных бумагах зарплаты у них в несколько раз выше, чем на самом деле. Это просто смешно. То, что министр здравоохранения Скворцова, так сказать, отписалась, это просто смешно. Они взяли по 500 тысяч, те, которые функционеры получают, и рядовые врачи там по 15 тысяч. И у них получилось 52 тысячи. Это неправда. Медсестра 30 тысяч. Врач не получает 30. Врач получает 15-20 тысяч. Я вам точно говорю. Врачи Олубкинской больницы возмущены низкими зарплатами и обратились в министерство за разъяснениями. Официальный ответ зачитывают министру. 3-10-17-го года. Данные о том, что врачи в поликлинике номер 3 получают заработную плату 10-12 тысяч рублей, не соответствуют действительности. Приводим данные по средней заработной плате за август 17-го года. Слушайте внимательно, работники поликлиники и больницы. Врачи 39-494, средний медицинский персонал 22-182 рубля. О чем вы сомневаетесь? За зарплату 10-12 тысяч. Врачи не понимают, почему в 2016-м им платили больше, чем в прошлом году. Кирилл Копытчук получает в месяц чуть меньше 340 долларов в пересчете. Хотя еще в 2016-м хирург получал вдвое больше. Вот смотрите, 14 тысяч журналов и 8 тысяч лансов. 22 тысячи получают. Это ставка 50% и еще четверть ставки. Ну, считайте, все ваши выплаты здесь отмечены. У медсестер ситуация еще хуже. Зарплаты у нас смешные. 11 тысяч 270, по-моему, рублей ставка. Ну, плюс бывает еще за вредность 800 рублей. Плюс еще, так как у меня стаж работы 30 лет, то получаю еще 2000 чем-то надпавку за выслугу лет. Дело в том, что мы здесь получаем еще хотя бы свыше ставки проценты, а остальные мисестры и этого не получают. У нас это еще более-менее получается. Это было 15, 16, 17. Вот. А остальные мисестры 12. После громких интервью Кирилла Копычука многочисленных жалоб и запросов коллектива больницы появилась надежда на улучшение. Крымские чиновники пообещали им повысить зарплаты, рентгенаппарат и даже целый новый корпус. Сейчас вроде бы рассматриваются планы на создание нам нового корпуса, поликлиники, где кабинет будет чуть ли не на 4 комнаты хирургические, грязные, чистые операционные, все как положено. Правда, пока в больнице обещанного ждут, из министерства им приходят отписки, как говорит врач. А вот операции, которые проводит Кирилл, не санкционированы, поскольку условий в хирургическом отделении для проведения операций нет. Министерство здравоохранения, вот ответ у меня есть вчера, я только получил ответ. Вот, делает из нас дураков, я уже боюсь, чтобы из меня шизофреники не сделали такого, честное слово. Вот, они на черное говорят, что это белое, на белое говорят, что это черное. После того, как эта Алубкинская больница стала частью Ялтинской, после реорганизации здесь остался только дневной стационар. Нет теперь лора, невропатолога, гастроэнтеролога и эндокринолога. По мнению врача, их больницу хотят уничтожить, а территорию продать. Вот так вот мы и живем. Ни щите и прессинге от начальства. Потому что ничего плохого говорить нельзя. Надо говорить. В России все самое хорошее. Анастасия Бобкова, Назар Сытник. Для Крымреалии. Приговор за разговоры на кухне. Три года назад, в январе, задержали первую, так называемую, севастопольскую четверку по делу Хизбут-Тахрир. Четырех крымских мусульман обвинили в терроризме. Доказательствами стали разговоры о религии и политике на кухне. Максимальный срок 15 лет получил Руслан Зейтулаев. Три года он уже отсидел. Как живет его семья и о чем сам Руслан просит из тюрьмы, смотрите далее. Свою вину я не признал и не признаю. Детей оставлю, потому что пока они еще не готовы к такому. Подожди, я знаю, как сделать. Восьмилетняя девочка плачет, потому что только что мама сказала, что не может взять ее с сестрами навстречу с отцом. Чтобы увидеться с ним, нужно проехать 2500 километров. Руслан Зейтулаев сейчас в колонии в республике Башкортостан. Это Приволжский федеральный округ России. Все три дочери в последний раз видели отца в суде почти три года назад. Разрешили хотя бы остановиться ему и обнять, то есть дети его обняли. Ну, у него руки в наручниках были, хотя бы они его обняли. И вот у меня средняя, получается, поменьшка. Когда его начали сажать в машину, она до такой степени, у нее истерика поднялась, мы ее не могли остановить. Она начала плакать, кричать. Она там так кричала. Мы сами не ожидали. Он сказал, больше с детьми не приходи. Руслану Зейтулаеву суд сначала дал семь лет тюрьмы, якобы за активное участие в Хизбут-Тахрир. Эта исламская организация легально работает в Украине, а в России признана террористической. Я не рассчитываю на справедливость суда, я вам это сразу могу сказать. Этот суд будет необъективен. Позже Верховный суд России признал его организатором ячейки и дал сначала 12, а после 15 лет колонии строгого режима. Кроме Руслана задержали Нури Примова, Рустема Воитова и Феррата Сафулаева. Мужчин обвинили в скрытой антироссийской деятельности и пропаганде таких настроений среди населения. Главным доказательством была аудиозапись засекреченного свидетеля. В этом свидетеле ребята узнали одного араба, который проживал у них в селе. Именно он их позвал на встречу. Он задавал определенный тон этой встречи, задавал определенные провокационные вопросы, так скажем. Он эту встречу записал на видео. Мужчины не признали свою вину и на всех заседаниях суда утверждали, они не террористы, мол, их преследуют за несогласие с российским режимом. Судят не за мои какие-то действия, а просто судят меня за мои мысли. Руслану Зейтулаеву было 29, когда его арестовали. Он обычный строитель, жил в селе Орлиное, что в Севастополе. Постепенно строил собственный дом, растил трех дочерей. Старшей тогда было 5, средней 3, а самой младшей 2 года. Через несколько месяцев после ареста Руслана умер дедушка девочек. Из-за всего этого старшая Сабрие начала сильно болеть. Сабрие было плохо, падала в обморок она, износу кровь. Это стрессы. Дед любил ее очень, муж мой, и этот, все так за ней, так ухаживала. Она любила деда, и отца любила, и получается сразу два стресса. Уже полгода с девочками работает Татьяна, детский психолог. Рассказывает, раньше у детей были проблемы со сном. Они более ранимы, чем их ровесницы. Глубже переживают бытовые проблемы. Чаще других плачет младшая, Нурие. Вывести детей из состояния повышенной тревожности Татьяна помогает творческими занятиями. Арт-терапия, она предполагает, что именно в творчестве у детей создаются моменты таких маленьких успехов. То есть я сделал, я молодец. И это дает такое повышение самооценки, которая была занижена стрессом, переживанием. Старшие девочки хорошо помнят отца, вот самая младшая, Нурие, значительно хуже. Я ей все время фотографии показываю, видео показываю о том, чтобы она понимала, что это отец. Психолог советует Мирием каждый день вспоминать о Руслане и воспитывать детей так, будто отец рядом. То есть нужно постоянно поддерживать его авторитет в семье. Ну, например, балуются они и сказать, прекращайте баловаться, то я папе пожалуюсь, он расстроится. Адвокаты не исключают, что Севастопольскую четверку арестовали из-за давнего конфликта среди мусульман в селе. Еще в 2012 году судились за то, кто будет возглавлять местную религиозную общину на землю и мечеть. И уже теперь в деле Хизбут-Тахрир против Зейтулаева и других свидетельствовали тем, с кем они конфликтовали много лет. А те, кто подписал, это буквально 3-4 человека. Один из них – это бывший сотрудник СБУ, ныне ФСБ. И двое-трое человек, которые были процессуальными оппонентами, которые этих ребят в прошлом, у них был спор за общину, за землю. Они на вопрос защиты прямо ответили, что имеют конкретную личную неприязнь к этим ребятам. В заключении Руслан трижды объявлял голодовку, отказывался нарушать каноны ислама, требовал прекратить преследование крымских татар на полуострове, выступал за то, чтобы его и всех остальных политузников выдали Украине. Свою вину в инкриминировании преступления за два с лишним года я не признал и не признаю. В колонии он получил еще одну профессию – слесаря. Руслан Зейтулаев просит писать ему. Сейчас вы видите адрес, на который нужно отправлять корреспонденцию. Письма должны быть обязательно на русском, иначе их ему не отдадут. Очень многие пишут из других мест. Но также он просит именно с Крыма, чтобы они тоже писали, не забывали. В колонии на встрече с родными очередь к Зейтулаевым она дойдет, скорее всего, в феврале. Девочки передадут отцу вот эти открытки. Мирьем перед отъездом сфотографирует детей, чтобы показать мужу, как они выросли. Мы его очень любим. Мы так соскучились по нему. Я очень сильно его люблю. Подарю ему рисунок. И когда еще из тюрьмы выйдет. Александра Сурган, Александра Славина, Антон Наумлюк. Для Крым Реалии. Стройка века. Мы начинаем серию репортажей о том, как в аннексированном Крыму строят трассу Таврида и мост в Керченском проливе. В России эти объекты называют стратегическими и самыми масштабными за последнее столетие. Крымский мост, это теперь официальное название, обещают сдать в конце этого года. Украина же призывает международных партнеров под давлением санкций остановить строительство. Наши корреспонденты узнали, что потеряли украинские порты в Азовском море после того, как мост соединили арками. Пресс-служба Крымского моста демонстрирует, как под ним легко проходят суда. Но они совсем небольшие. Современные океанские суда теперь не попадут в украинские порты Азовского моря, поскольку просвет арок моста всего 35 метров. У всех этих действий одна цель – дестабилизировать морские порты Украины, Бердянск и Мариуполь. То, что делает Россия, в очередной раз показывает, что она наплевала на международное право, на любые свои внешнеполитические и другие обязательства. Они делают, что хотят. Отправляемся в Мариупольский порт, чтобы узнать, как он теперь работает и что потерял. Нас встречает Игорь, глава коммерческой службы. Рассказывает, мост отрезал Мариуполь от рынков сбыта. Эти стальные плиты – будущие трубы, корпуса авто и стиральных машинок. Теперь их поставляют только в Европу и Северную Африку. А раньше на больших судах доставляли по всему миру. Юго-Восточная Азия, Вьетнам, Корея, Южная Корея, Малайзия. Это направление американское. Это сами Соединенные Штаты, Гондурас, Мексика. Все эти направления практически исчезли, потому что перевозились на больших судах, скажем, типа Панамакс. Кое-что осталось. То, что ушло от нас, это печально. И оно является… не вернется. Никогда не вернется. Панамакс – класс океанских судов, которые могут пройти по Панамскому каналу. Такие загружались и в Мариуполе. Теперь эти великаны под Крымским мостом не пройдут. По правилам российского Минтранса, суда должны быть не более 160 метров в длину и 33 метров в высоту. Так что вместо одного судна класса «Панамакс» владелец груза теперь должен фрахтовать несколько, а это дороже. Чем больше судовая партия, тем дешевле фрахт, соответственно, дешевле перевозка. А после кризиса 2008 года все экономики, все бизнесы ищут, как удешевить тот или иной бизнес. В 80 километрах еще один, менее крупный порт – Бердянск. На причале видим, как иностранное судно загружают украинским зерном, уже проданным в Египет. Более 11 тысяч тонн перегрузит компания «Валерия». В этом году он планирует увеличить мощности в пять раз. Развитие его предприятия зависит в том числе от моста. Те ограничения, которые есть сегодня по судозаходу и по проходу Керченского моста, они нас сегодня ограничивают в выборе судовладельцев. А это будет накладывать свой отпечаток на целую себестоимость непосредственно логистики продукции из города Бердянска, из Украины, в бассейн Черного моря. Страховщики увеличили тарифы, а судовладельцы подняли фрахт из-за того, что мореплавание в Азовском море стало более рискованным. Основная причина – война на Донбассе. Как говорят в этом порту, Крымский мост превратил Азовское море в закрытый водоем. Так что станет ли это глина с Донбасса испанской кафельной плиткой? И станет ли это украинская пшеница итальянским хлебом или египетскими макаронами? Теперь зависит от того, в каком режиме будет работать мост в Керченском проливе. Летом Россия объявила, что закрывает канал для судоходства, пока не установит арки моста. Денис подсчитал, из-за этого его компания не заработала полумиллиона долларов. Он – владелец крупнейшего частного предприятия в порту Бердянска. Грузооборот снизился из-за ожиданий. В эти месяцы грузооборот был ниже, чем мы ожидали, чем мы планировали, чем собирались наши клиенты. Почему? Потому что никто не хотел попасть на такие длительные простои, сроком в две недели. Компания «Дениса» загружает свою миллионную тонну зерна. Бизнесмен рассказывает, два года назад резко выросли мощности Бердянского порта. Объемы партий зерна увеличились вдвое, но теперь развитие его бизнеса ограничил Крымский мост. Получатели этого зерна настроили большее количество элеваторов. Они готовы принимать большие объемы, большие судовые партии. И поэтому подтянулся флот и подтянулись наши возможности в портах отгрузки тоже. На этом этапе мы и остановимся. Большие суда, чем размером до 18 тысяч тонн, мы отгружать не будем. Потому что большие размеры судов не могут пройти под керченки мостов. В мире укропняют партии грузов, чтобы снизить транспортные расходы и, соответственно, цену товара. Это мост Байен между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Его специально перестраивают, чтобы здесь могли проходить новейшие панамаксы больше грузоподъемности. До конца этого года старую трассу разберут, увеличив просвет между водой и мостом до 66 метров. А портовики Мельбурна обсуждают, что пропускная способность моста Вестгейт уже не отвечает современным требованиям. Сооружение возвышается над водой на 58 метров. Для сравнения, Крымский мост на 23 метра ниже. Старый торговый флот невыгоден как для владельца крупной партии товара, так и для государства. Украина теряет деньги на портовых сборах. Это дороже для клиента на привлекательности порта и на доходности государства. За судозаход государство взимает сборы. Чем больше суда, тем больше сбор. Бизнесмены рассказывают, в портами Азовского моря отказываются работать некоторые страны, в частности Китай. Не все соглашаются платить аннексированному полуострову за проход по Керчьи-Никальскому каналу. В зависимости от грузоподъемности сборы составляют. За такое судно 2,5 тысячи, а за такое 9 тысяч долларов. Некоторые компании не знают, как будет трактоваться оплата за проход Керченского пролива. Подпадут ли они под санкции или нет. И вследствие этого компании уходят с Азовского моря. В Министерстве инфраструктуры Украины мост в Керченском проливе называют самостроем. Государство не разрешало его возведение. Министерство фиксирует все нарушения, совершенные Россией в Азовском море. Их собирают для иска, который направит в Международный трибунал ООН по морскому праву. Крымский мост становится не просто искусственным ограничителем. Это и политический инструмент для того, чтобы регулировать проход судов. И в любой момент Россия может вообще запретить проход. Позже Российская Федерация будет вынуждена выплачивать репарации и контрибуции и Украине, и другим государствам, интересы которых были задеты. В следующем выпуске. Крымский мост. Почему у России все идет по плану? Мы помогли фактически им построить. И как мост хочет использовать министр? Далее у нас вопрос деоккупации Кубани. Смотрите в следующий четверг. Александр Жевченко, Никита Исайко, Мариуполь, Бердянск, Киев. Миф о подарке не подтверждается. Хрущев не дарил Украине Крым, а заставил принять в свой состав бедный регион. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, в 1953 году в Крыму первого секретаря ЦК КПСС встретили голодные и недовольные переселенцы. В следующем году Крым стал украинским. Задача была возродить полуостров. Его встретили плачем. Никита Сергеевич, мы не можем здесь жить. Мы не умеем работать здесь. Это не наше. Заберите нас отсюда. Хрущев не останавливаясь разворачивает поезд и едет в Киев. Приезжает ЦК КПСУ, тогда был секретарем ЦК Кириченко, и говорит, вы должны забрать Крым себе. Кириченко говорит, мы не можем. У нас уже планы сверстаны. Он берет Кириченко в поезд, они едут в Москву, заседают политбюро, и решением политбюро ЦК КПСС Крым передается Украине. Это было горе, потому что надо было часть своих ресурсов передать в Крым. И вот за эти годы, с 1954-го, Украина вложила туда больше 100 миллиардов долларов для того, чтобы провести воду, дороги, курорты, восстановить сельское хозяйство, культуру и прочее. Так что вот эти мифы, которые все время идут из Москвы, что Крым – это их территория, что это города их славы, это все выдумки. Украине Хрущев не подарил Крым. Он заставил, вынудил взять Крым себе, мотивируя на политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская и Николаевская, может помочь Крыму, что, собственно, и произошло. Но Украина помогла, поставила Крым на ноги. А теперь Крым аннексировали и еще доказывают нам, что это возвращение Крыма. Лишь бы они вернули тот Крым, который у них был. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами была Катерина Некреча и Крым Реалий. До встречи через неделю.